Добрый день! Недавно в магазине онлайн трейд приобрели коммутатор 16-портовый TP-Link модель TL-SG1016D. Сейчас распакуем, посмотрим, что за коммутатор. Вообще, на самом деле, отказался от коммутатора фирмы D-Link, перешел на TP-Link и не жалею. Работают стабильно, качественно, скорость держит очень хорошо. Сейчас посмотрим. Инструкция по установке на разных языках сразу идет сверху. Русский проскочил. Установка на столе. Ножки резиновые будут в комплекте. Установка в стойке. Уши прикрепляются к нему и он в стойку ставится. Подключение. Подключение это уже другие коммутаторы, консольный порт. Управляемый к нашему не имеет отношения. Настройка тоже для неуправляемых недоступна. Соответственно, это не наше. У нас только установка. Установить, включить в сеть, в отмытка беля. Это вся его функция. Гарантийный талон незаполненный. И еще одна инструкция по установке. Уже более детальная по портам. Сам коммутатор в пенопласте. Сейчас к нему вернемся. Что у нас здесь еще есть? У нас кабель питания и уши. Уши на на стойку. Кабель питания сразу берем. Это все убираем. Так, способ это представляет коммутатор. В принципе, по размеру стандартный стоечный коммутатор. 16 портов. Две линейки по 8. Идет пилообразно. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И пошел. Название. Индикация. Бока. Бок перфорированный. Отверстие для стоечного крепления. Здесь у нас кабель питания стандартный. Компьютерное питание. Контакт заземления. Перфорированная поверхность. Тоже перфорированная поверхность. И для стойки. То есть, охлаждение пассивное внутри. Если видите силуэт радиатора. Соответственно, все сделано через перфорацию, чтобы было охлаждение. Если в стойку поставить вентилятор, то будет циркуляция воздуха. Индикация. Индикация сейчас подключим. Подключим к питанию и посмотрим индикацию. Так, розетка воткнула. Подключили. Ага. Загорелись сначала все индикаторы. Сейчас еще раз. Загораются сначала все индикаторы, потом тухнут. Проверяем. По две линейки на каждый порт. По два сигнала. Видели, 4 линейки было. Светодиод Power горит. Коммутатор работает. Сейчас включу ноутбук, чтобы проверить разные кабеля. У меня есть два кабеля. Один идет, вот этот идет от другого коммутатора, от 100 мегабитного. Соответственно, сейчас воткнем в порт 15. Это будет 100 мегабитный сигнал. Смотрим, загорелся. Загорелась одна лампочка на 15 порту. Вот у нас 1000 мегабит. Она не горит. Если горит линк, в общем, линк кабель рабочий. С той стороны тоже что-то подключено. Сейчас подключаем второй кабель, который идет от ноутбука, от гигабитной сетевой платы. Соответственно, должен быть гигабитный сигнал, если кабель хороший. секунду. Так, что-то было, видимо, с кабелями. Поменял кабели. Значит, этот у нас идет от коммутатора, 15 порт, 100 мегабитный сигнал. И подключаем кабель от ноутбука, от гигабитной сетевой карты. Подключаем в первый порт. Смотрим, загорелись две лампочки. Это говорит о том, что идет гигабитный сигнал, то, что идет передача данных по максимальной скорости. Проверял по сети передачу данных. Большие файлы 3, 5 гигабайт. Если идет одним файлом, передача идет порядка 100-110 мегабайт в секунду. Не знаю, соответствует ли это гигабит, но скорость очень достойная, очень приятная. То есть, буквально за 20-30 секунд это 3-х гигабайтный файл копируется на другую в другой компьютер. И это очень быстро, очень комфортно для офиса. Так что, коммутаторы хорошие. Рекомендую к покупке вот такие вот устройства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...